Где мои зайчики? Где мои хорошие? Привет, мои лапочки! Мамочка пришла! Хорошими зайчиками она называет поросят. Яна Плотникова в сентябре этого года купила себе фунтика в качестве талисмана на удачу. Вслед за фунтиком появился финтик, фанечка и фенечка, последняя самая младшая в семье поросят. Яна призналась, животные требуют постоянного внимания. Они как дети, кушают по пять раз в день, например, сегодня на завтрак молочная каша, и радуются хозяйке, как беззаботные малыши. Любое живое существо не игрушка, это нужно понимать. К сожалению, но был год, когда в Барнаульский зоопарк чуть ли не мешками несли кроликов. Наша съемочная группа решила поинтересоваться у обычных прохожих, обрадуются ли они живой свинье под елкой. Ну, удивимся в первую очередь точно, но в дальнейшем, ну, что делать? Увезем, наверное, в деревню кому-нибудь подарим. Я бы вряд ли смогла дома содержать. Замечательно. То есть вы обрадуетесь свинке под елкой? Да, я очень обрадуюсь. Да за ней же ухаживать надо. Ничего страшного, справимся. Ну, пойду на мясо сдам. Но если вам очень хочется подложить под елку свинью, как вариант, можно подарить морскую. Ну, вот чем не символ года? Ну, и опять же, это не копилочка, не статуэтка, на полку не поставишь. И ее нужно любить и заботиться. Да, маленький? В зоомагазинах Барнаула морских свинок достаточно, а вот так называемых мини-пигов нет. Однако купить маленького поросенка при желании можно на сайте объявлений, например. Средняя цена – 10 тысяч рублей. Не совсем правильно держать такое существо в магазине, потому что спроса на них сильно никакого нет. И вы представляете, если эта хрюшка вырастет в магазине, куда ее потом девать? Если поросята, оказавшиеся под новогодней елкой после праздника, окажутся никому не нужными, Яна Плотникова готова будет приютить сироток. Но девушка надеется, что игрушечные хрюшки составят серьезную конкуренцию живым. Много фермеров, которые их продают, но ухаживать с любовью может не каждый. Поэтому я очень слишком им отдана и предана. И они просто великолепны. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.